Дорогие друзья, всем доброго времени суток, меня зовут Кирилл, и сегодня я решил еще немного поговорить о Calibri OS. Сегодня я хочу поиграть в несколько новых и интересных игрушек, которые были написаны под эту операционную систему за последние полтора месяца. Дело в том, что с 13 ноября по 31 декабря 2014 года сообществом разработчиков Calibri OS проводился конкурс на написание игр под эту операционную систему. По завершению конкурса на свет появилось целых 10 новых и интересных игрушек под Calibri, и поэтому, поскольку мне очень нравится эта операционная система, ну и поскольку разработка игр это тоже не чуждая мне тема, я решил поиграть в конкурсные работы и поделиться с вами своим мнением. Итак, первая игра, о которой мы сегодня поговорим, называется 2048. Вы, наверное, уже поняли из названия, что это порт одноименной популярной игрушки, теперь и под Calibri OS. Конечно, в плане геймплея я здесь вряд ли сообщу вам что-то новенькое, поэтому давайте сразу поговорим об особенностях конкретно этой реализации. В первую очередь мне понравился дизайн. С одной стороны, он похож на дизайн оригинальной 2048, сохранилась и оригинальная цветовая гамма, сохранились и анимации, и это очень здорово, игра производит достаточно приятное впечатление. Но в то же самое время дизайн игры выполнен в стиле Calibri OS, то есть все элементы интерфейса у нас квадратные, плоские, все достаточно минималистично, и в игре присутствуют прикольные растровые шрифты, что тоже очень здорово, поскольку игра выглядит здесь практически как родная, прям как сапер в Windows, и это очень круто. Другой плюс игры заключается в том, что она не особо требовательна к ресурсам. Например, вот этот довольно-таки старый ноутбук работает под управлением процессора Intel Pentium первого поколения на частоте 166 МГц. Здесь игра не то чтобы идет так же плавно, как и на новом железе, но выглядит это вполне играбельно. Возможно, после некоторой оптимизации ситуация еще улучшится, но и текущее положение дел в принципе неплохое. Конечно, стоит сказать и о небольшом недостатке, но это скорее даже не недостаток, а мои придирки. В игре, конечно же, есть сообщение о проигрыше, но нету сообщения о выигрыше. Ну, я повторяюсь, это не недостаток, это скорее мои придирки, во всем остальном игра просто замечательная, и автор большой молодец, что портировал такую нужную вещь под Calibri OS. Следующая игра называется «21 день». Игрушка выполнена в жанре текстовый квест, довольно редкий сегодня жанр, и главный герой этого квеста – молодой человек, который находится в самом начале своей IT-карьеры. У него есть деньги на первое время, книжка C++ за 21 день и внезапно машина времени. Вначале мы просто помогаем нашим друзьям переустанавливать Windows или ремонтировать принтеры за небольшое вознаграждение и за плюсики в карму. Но постепенно, с приобретением опыта, у нас появляется все больше шансов либо устроиться на престижную высокооплачиваемую работу, либо пойти в Абанк и вложить все наши средства в молодой и перспективный стартап, который однажды может выстрелить и принести нам миллионы. В любом случае, в этой игре есть аж целых 5 различных концовок и 12 различных достижений. И пройти игру можно лишь открыв все эти 5 концовок и перенесясь обратно в 21 день нашего приключения. Видимо, автор игры таким интересным образом намекает на то, что это единственный способ выучить C++ за 21 день. Не могу с этим не согласиться. Что мне понравилось в самой игре? Во-первых, очень приятное ненавязчивое обучение. Еще одним плюсом игры является нетребовательность к ресурсам. 21 день прекрасно работает как и на новом железе, так и на старом, причем без каких-либо ощутимых тормозов. Как видите, все довольно-таки быстро. Конечно, сложно заставить текстовую игру тормозить, но поверьте мне, это вполне выполнимая задача. И, наверное, еще один плюс этой игры заключается в большом количестве игрового времени. Как заявляет автор, в среднем на прохождение игры уходит примерно 4 часа, что, конечно же, очень здорово, но, к сожалению, этот плюс перекрывается одним большим недостатком. В игре 21 день нет механизма сохранения. И поэтому при перезапуске игры весь ваш прогресс, к сожалению, будет потерян. Следующие три игры находятся в папке Codemaster, поскольку их автор один и тот же человек. Первая игра называется Binary Master, и она представляет из себя довольно-таки интересную головоломку, которая требует от вас быстрого перевода чисел из двоичной в десятичную систему счисления. Игровое поле представляет из себя стакан, который ряд за рядом заполняется нулями. С помощью клика мышью нолики превращаются в единички, и как только двоичное число, записанное слева, совпадет с десятичным числом, записанным справа, этот ряд полностью исчезает. Получается такой своеобразный тетрис для программистов, и очень здорово то, что эта игра действительно развивает. На практике мне приходилось очень редко переводить числа из одной системы счисления в другую, поэтому я не мог похвастаться скоростью вычислений, но после нескольких раундов, проведенных в Binary Master, я могу сказать, что в этом вопросе я стал гораздо более уверенным. И мне кажется, для обучающей игры это самое главное, это очень большой плюс данной игрушки. Но, конечно, можно отметить и недостаток. В первую очередь, это не очень классный дизайн. Мне кажется, автор немножко переборщил с градиентами. Возможно, это стоило оформить в стиле 8 бит, возможно, и читаемость информации тоже в таком случае повысилась бы. Но в этом плане я не профессионал, поэтому никаких советов давать не могу. Давайте лучше посмотрим на следующую игру, которая нарисована гораздо лучше. Называется она Hang the Programmer. По сути, это обычная виселица. За тем лишь исключением, что все слова, зашифрованные в этой игре, так или иначе связаны либо с программированием, либо с железом. В игре мне действительно нравится дизайн. Она нарисована очень классно, в стиле школьной доски, нарисована действительно со вкусом. И играть в такой вариант виселицы по-настоящему приятно. И, наверное, еще один немаловажный плюс – это достаточно большой объем словаря. Примерно за 30, а может и за большее количество раундов, мне так и не встретилось ни одного повторяющегося термина. Хотя, возможно, у меня просто слишком короткая память. Но, во всяком случае, в Калибре есть встроенная игра под названием Миллионер. И в том случае словарик гораздо более скромный, чем здесь. Это очень классно, и эта игра надоест вам нескоро. И, наконец, третья игра, написанная тем же человеком, называется Калибри Пазл. Это самая простая мозаика, вам нужно сложить картинку с Калибри. Видимо, она была запрограммирована по остаточному принципу, когда осталось еще пару дней, а делать уже было нечего. В игрушке действительно очень простая механика, довольно-таки простой интерфейс. И, несмотря на то, что мозаика разбита на довольно большое количество кусочков, она очень простая, поскольку кусочки можно только поворачивать. Опять же, у этой игры есть, видимо, распространенный недостаток. Она никак не сообщает вам о том, что вы выиграли. Да, я знаю, когда мозаика сложится, но было бы очень приятно, если бы сама игра поздравила меня. К сожалению, несмотря на то, что все эти игры написаны довольно-таки неплохо, у них есть одна общая проблема. Проблема заключается в том, что все эти игры могут нормально работать только при разрешении экрана 1024 на 768. Если вы поменяете разрешение, причем в любую сторону, игры просто плывут и превращаются в какой-то неиграбельный набор строк. Очень жаль, но я надеюсь, что разработчик эту проблему поправит, и поскольку большинство из вас будет знакомиться с этими играми, скорее всего, на виртуальных машинах, эта проблема не должна вызвать никаких затруднений, не должна испортить впечатление от игр. Следующая игра называется «Подземелье Аугастоса». Это трехмерный квест, в котором вам необходимо исследовать подземные лабиринты в поисках сокровищ, избегая всевозможных ловушек и решая различного рода головоломки. Во всяком случае, так должно было быть в теории, поскольку на самом деле, к сожалению, игра очень маленькая. Она состоит всего лишь из одного уровня, который проходится примерно за 5-7 минут, даже если учесть то, что персонаж передвигается довольно-таки неспешно. К сожалению, автор, судя по всему, столкнулся с той же проблемой, с которой наша команда сталкивается регулярно, участвуя в Людумдаре, в конкурсе по разработке игр за 48 часов. Большая часть отведенного времени тратится на решение, казалось бы, самой важной, с точки зрения программирования задачи, на создание игрового движка. А когда доходят руки до проектирования уровней, внезапно выясняется, что времени осталось очень мало, поэтому за полчаса с закрытыми глазами создается какой угодно уровень, который даже не обязательно будет играбельным, и результат вываливается на суд общественности. К счастью, в ситуации с подземельями Аугастоса не все так плохо. Хоть у автора получился очень маленький уровень, спроектирован он, надо заметить, очень здорово. Нету, самое главное, больших пространств ничем не заполненных, все квесты находятся недалеко друг от друга, и они довольно-таки интересны, во всяком случае, хотя бы один разок, игру пройти обязательно стоит. Что касается движка. Он полностью разработан с нуля, и на мой взгляд, получился довольно-таки удачным. Больше всего мне понравился эффект освещения. Действительно кажется, будто идешь по подземелью и освещаешь свой путь факелом. Выглядит довольно-таки прикольно. Но, к сожалению, у движка тоже есть довольно серьезный недостаток, это его прожорливость. В минимальных системных требованиях указано 64 мегабайта оперативной памяти и процессор Pentium 4, что для такой простой игры, как мне кажется, многовато. Ну, возможно, после некоторой оптимизации игрушка должна значительно поумерить свои аппетиты. В любом случае, хочу пожелать автору удачи в дальнейшей разработке этой игры, и надеюсь через несколько месяцев поиграть в законченную версию подземелья Аугастоса. Следующая игра называется Heliotrix. Она выполнена в жанре космический двумерный шутер-скроллер, не знаю, как точно называется этот жанр, что-то вроде Space Impact на старых Ноки. Игра интересна тем, что нарисована в стиле 8-бит. Это действительно выглядит очень прикольно, мне нравится. Сама по себе игра, я думаю, механика подобных игрушек знакома многим. Вам нужно прорваться сквозь космическую пустоту, уворачиваясь или уничтожая противников. В конце вас ждет встреча с боссом и переход на следующий уровень. Все это здесь реализовано довольно-таки неплохо. К тому же игра достаточно динамична. Но, к сожалению, у Heliotrix есть две серьезных проблемы. Во-первых, все ресурсы игры в нашем случае генерируются процедурно. Это не проблема, это очень даже круто с точки зрения программирования. То есть ни текстур, ни звуков, ни уровней, ни шрифтов на жестком диске не хранится. На жестком диске хранится только код, который все это генерирует во время запуска игры. И из-за того, что это происходит, на старом железе практически невозможно играть. После запуска игра задумывается примерно на 30 или на 40 секунд. И дальше начальной составке никуда дело не идет. Очень жаль. И вторая проблема Heliotrix. Несмотря на то, что эта игра написана очень неплохо, она, к сожалению, довольно быстро надоедает. Почему так происходит? Как мне кажется, основная фишка всех игр подобного жанра, начиная со Space Impact и заканчивая Sky Force 2014, это огромное количество мяса, которое происходит на экране. В нашем случае уровни очень похожи друг на друга. Они отличаются только, как я заметил, замедлением перезарядки и, возможно, какими-то другими коэффициентами перед рандомом. Но уровни, как две капли воды, похожи друг на друга. Но во всем остальном игра сделана действительно качественно и на несколько минут она вполне способна вас увлечь. Следующая игра называется Laser Tank. На первый взгляд, это простая логическая головоломка, в которой нужно передвинуть ящики таким образом, чтобы добраться до выхода. Но на самом деле все гораздо интереснее. Дело в том, что в эту, на первый взгляд, классическую игру было добавлено несколько новых элементов механики, которые значительно преобразили геймплей. Во-первых, как, наверное, следует из названия, танк вооружен лазером, который позволяет передвигать ящики на расстоянии. Во-вторых, раз в игре есть лазер, в ней обязательно должны быть зеркала, которые позволяют менять направление лазерного луча, что довольно круто. Также в игре присутствует ров с водой, который можно пересечь, только сбросив в него ящик. В игре присутствуют разрушаемые объекты, которые можно сломать с помощью лазера. И в игре присутствуют турели, которые уничтожают игрока, если он становится на их линию огня. Всё это превращает классическую головоломку в новую и интересную игру. Насколько я знаю, сама игра, сама идея игры не оригинальна. Во всяком случае, под DOS существует примерно такая же игрушка, но конкретно эта реализация лазер-тенка была разработана полностью с нуля. Что можно сказать об этой игрушке? Во-первых, мне нравится то, как она выглядит. Текстуры подобраны просто замечательно, и если вы думаете, что нарисовать текстуры для двумерной игрушки – это плёвое дело, вы очень сильно ошибаетесь. Рисовать текстуры реально сложно. Во-вторых, мне нравится то, что в игре огромное количество уровней. Целых 48 штук, и поэтому прохождение игры может занять, в зависимости от вашей смекалки, наверное, от пары часов до пары недель. И, наконец, мне понравилось то, как в игре реализовано обучение. На первый взгляд кажется, что здесь вообще нет никакой системы обучения, и игра сразу же предоставляет вас самому себе. Но это немного не так. Первый уровень знакомит вас с управлением. Оно здесь вполне интуитивно – движение по стрелочкам или по ВСД, использование лазера с помощью пробела. И затем от уровня к уровню игра вводит всё новые и новые элементы геймплея и позволяет вам с ними хорошенько познакомиться. Это очень здорово, наверное, именно так должно выглядеть обучение в логических играх, и это, несомненный плюс Лазер Тенка. Так что можно сказать, что Лазер Тенк – это очень даже неплохая игра. В неё интересно играть, в неё можно играть долго, она прикольно выглядит, и она развивает ваши мозги. А теперь от создателя Хелиотрикса игра под названием Marble Match 3. В названии прослеживается довольно интересный каламбур, поскольку игра выполнена в жанре «три в ряд». Вы, наверное, сами неоднократно играли в игрушки подобного рода, где нужно три шарика одинакового цвета поставить в один ряд, чтобы они исчезли. Цель этой игры заключается в том, чтобы за 60 секунд набрать как можно больше очков, уничтожая таким образом шарики. Игра интересна тем, что все ресурсы и текстуры, и звуки генерируются процедурно, то есть уже после запуска игры. А это значит, что при малом размере игра довольно-таки серьёзно нагружает компьютер. К счастью, эту игру мне удалось запустить на Toshiba Libreta 100, даже удалось немного пощёлкать шарики, хотя один кадр в секунду – это не совсем то, что мне хотелось бы видеть. Конечно, Marble Match 3 – это довольно интересный эксперимент по процедурной генерации различного рода ресурсов, но мне кажется, игрушка не будет очень уж популярной, поскольку в Калибре уже есть игра похожего жанра. Итак, последняя игра, о которой мы сегодня поговорим, называется «Insider», что переводится как «многоугольник». Игра выполнена в жанре «раннер», вы играете за «многоугольник», прыгаете по платформочкам, и в конце каждого нового уровня вам добавляют новую грань. Видимо, в самом конце игры вы превратитесь в круг, но я доходил только до шестиугольника, и что происходит дальше, я, к сожалению, не знаю. В последнее время игры подобного жанра вновь обрели популярность после появления знаменитой «Flappy Bird». Но мне кажется, что я видел что-то очень похожее еще задолго до появления «Flappy Bird». По-моему, игрушка называлась «Impossible Game», и видел я ее где-то году в 2011, хотя могу ошибаться. Что касается самой игры. В первую очередь мне понравилось то, как она выглядит. Дизайн здесь действительно классный, это что-то похожее на 8-битный стиль, Или это что-то похоже на игру Vvvv, не знаю, в любом случае мне нравится, как выглядит главное меню и как выглядит сама игра. Во-вторых, что мне понравилось, это обилие самых разнообразных настроек. Здесь можно настроить основной цвет, цвет фона, путь к сохранению игры, можно открыть редактор уровней, можно настроить сложность, точнее скорость, можно выбрать уровень, с которого вы начнете игру и так далее. То есть настройки действительно очень много, и это очень здорово. Что касается самой игры, к сожалению, всё не так классно. Да, она довольно-таки прикольная, но у неё нету самого главного. По какой-то причине эта игра не затягивает. Я прошёл первый, второй и третий уровень только для того, чтобы посмотреть, что действительно на каждом уровне прибавляется новая грань. Мне было не очень интересно играть в эту игру, и, если честно, я сейчас не могу сразу же сказать почему. Возможно, из-за того, что настройки скорости зависят от скорости кадров. То есть на небольшой скорости вы невооружённым глазом замечаете дёргание картинки, на высокой скорости, когда картинка уже более-менее плавно двигается, играть становится довольно-таки сложно. Вторая проблема — это, как ни странно, слишком долгая анимация смерти. Вы только посмотрите на это. Жуть. Ну и в-третьих, наверное, проблема, которая опять же не связана с программированием, а связана скорее с разработкой уровней. Опять уровни спроектированы не очень классно. То есть, видимо, на первый уровень ушло больше всего времени, потому что, как мне кажется, он получился самым сложным. С самым большим количеством всевозможных ловушек. Либо я после первого уровня уже научился нормально играть, либо я научился избегать ловушек, либо первый уровень был проработан хорошо, а все последующие уже по остаточному принципу. Но вполне возможно, что такое поведение игры вызвано тем, что я запускаю её на виртуальной машине на не самом мощном железе. Если у вас есть какие-то другие железки, на которых вы можете нативно запустить эту игру, пожалуйста, отпишитесь, как она у вас работает. Потому что вполне вероятно, что у вас она будет работать очень плавно, и из-за этого играть в неё будет очень интересно, и, возможно, вас затянет, а я буду неправ. Напишите, пожалуйста, и в любом случае большое спасибо разработчику за то, что он создал такую классную вещь. Итак, это была последняя игрушка, написанная в рамках конкурса, что можно сказать в заключении. Мне понравились абсолютно все конкурсные работы, я получил настоящее удовольствие от игры, даже несмотря на то, что некоторые игрушки нуждаются в доработке. Я последний раз пять принимал участие в Людундаре, и поэтому не понаслышке знаю, что такое недописанная игра и каких усилий стоит создать хоть что-то играбельное за сжатые сроки. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо разработчикам, которые не поленились и увеличили за каких-то полтора месяца библиотеку игр под CalibriOS примерно на 20%. Авторам и сообществу CalibriOS я хочу пожелать дальнейшего развития и процветания. Вас, дорогие друзья, с Новым годом и Рождеством, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, и до скорых встреч!